Тульская область, крушение самолета, теракт, когда там спасатели выезжали с нескольких областей, из ближайших поднимали тела, разбирали вот эти груды металла. Помимо этого у нас, конечно, не представлено здесь на стендах, это наши сотрудники выезжали на ликвидацию. Потом это 10-й год пожары, осенний переулок, 16-й год, то есть мы выезжали вот это ликвидировать. То есть служба действующая, рабочая, уникальная. Александр Розов и Юрий Новиков рассказывают о каждой фотографии, которая висит в здании аварийно-спасательной службы. Здесь представлены как момент осучений, так и реальные чрезвычайные происшествия, в ликвидации которых участвовали спасатели Рязанской области. Железнодорожная авария, авиакатастрофа в Тульской области, лесные пожары в нашем регионе и многое другое. Однако есть в их службе и другая – темная сторона. По словам сотрудников, с 2013 года им недоплачивают заработную плату. Сотрудникам отряда недоплачивали зарплату с 2013 года, с 2013 по 2017. И вот это все выявилось именно сотрудниками подразделения. Мы обратились в трудовую инспекцию. Трудовая инспекция отметила, что все эти факты, которые мы указали, все в соответствии с действительностью, и был наказан работодатель. По словам спасателей, за последние пять лет многим не выдали крупную сумму денег. Долг руководителя Андрею Березину – около 70 тысяч рублей. И это не самая крупная сумма. Задержка по зарплате у Юрия Новикова – около 100 тысяч рублей. Мужчина поступил на службу в 2000 году. А дав спасению жизни и здоровью людей 18 лет, теперь он вынужден обращаться в суд, чтобы получить законные деньги. Грудь Юрия украшают ордена и медали за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в которых он побывал. У нас не дают за просто так медали. Это все где-то за что-то. За леса, в лесу. Это от губернатора. Это участие ликвидатора ЧАЕС за дом, за осенний переулок. То есть, это за заслуги. Подобные медали есть у всех. Аварийно-спасательная служба Рязанской области участвовала не только в ликвидации региональных ЧАЭС, но и были неоднократно командированы в районы ЦФО и на Дальний Восток. И за достойную службу сотрудникам до сих пор полностью не выплатили денежное довольствие. Сейчас у нас в судах 15 дел. То есть, нам выплатили часть заработной платы. Но в судах остается до сих пор 15 дел. И по ним еще решения судов нет. Одна проблема повлекла за собой другую. По словам спасателей, теперь их службу просто хотят закрыть. Зайдя на сайт правительства Рязанской области, увидели документ, который готовится. На наш взгляд, это постановление, которым будет отменено, скорее всего, предыдущие постановление о аварийно-спасательной службе Рязанской области. Вот. Наш представитель, который нам помогает в судах, человек, она позвонила исполнителю. Телефон там был указан. И нам ей сказали четко, что отряд наш будет расформирован. Аварийно-спасательное подразделение появилось в Рязани 12 сентября 1997 года. Тогда в штате числилось всего 15 человек, на вооружение у которых были только подручные средства. Спасатели начинали с выездов на дорожно-транспортные происшествия. Постепенно сотрудников обучали новым навыкам и умениям. И теперь характер работ, который выполняет подразделение, огромен. Спасатели участвовали в тушении лесных пожаров летом 2010 года и разбирали завалы после взрыва бытового газа на осеннем переулке. Здесь была и своя кинологическая служба. 5 бригад кинологов и 6 вольеров для собак. Теперь в аварийно-спасательной службе дежурит только Гай. Ему 10 лет. Всех остальных сотрудников уволили вместе с собаками. Сотрудники спасательной службы считают, что кинологическая служба региона была лучшей в Центральном федеральном округе. А теперь от нее остались только пустые вольеры, как напоминание о былом величии. 21-летняя служба в рядах спасателей в скором времени, по словам сотрудников, может прекратиться. 23 человека останутся без работы. На вопрос, что они собираются с этим делать, сотрудники ответили – бороться. 5 июня они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и выложили его в общий доступ в сети интернет. Уважаемый Владимир Владимирович, уважительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации и не допустить ликвидацию аварийно-спасательной службы в регионе, так как от этого будут страдать обычные люди, которые могут отказаться, оказаться в любой чрезвычайной ситуации, либо опасной ситуации и остаться без своевременной, квалифицированной помощи спасателей. Наша телекомпания отправила запрос в правительство Рязанской области. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.